Машина не едет. Вот такие детские зарубежки. Сейчас будем выгружать. Стой, Старшин, подвергся от Владимира, надо сюда. Не, 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 с этой стороны. Как праздники, Станислав? А я к вам выходи, пройдусь. Давай, давай. Давай, Аниш, ну напрямись ты. Давай, аккуратно. Давай чуть-чуть на тебя. Чуть-чуть, да. Еще на тебя. Поднимаем, давай. Давай назад на меня. Вот тут болит лекарства. Блин. Пород. Давай. Приехали покупатели, друзья. Из Белоруссии приехали. Вот тут медицинка не будет. Ну все, ничего не случится. Давайте там все позабираем, да? Да. Итак, друзья. Приехали наши подписчики. С последнего ролика про магазин списалися с человеком. Вот, там он из Белоруссии. Я приехал жить до нас в Лазову. И списалися, договорил за цену. И купляю холодильник в себе тоже. Открыла торговую точку в Лазови. Кстати, можно сказать, где будет. Лазовчан багато дают. И что будет в наличии в этом магазине. Так, а я пользуюсь моментом, раз так она, судьба сложилась, что буду на просторах Ютуба. Хотел бы передать привет в Республику Беларусь, Розенская область, Берестовицкий район, агроградок Ваттеры. Передать привет своей любимой маме, папе, сестренки, братикам, племянникам. Я, по-моему, очень сильно скучаю. Ну и надеюсь, что скоро уже приеду. Поэтому вот как-то так. А, ты появишься назад? Не, ну в гости. А так и нашел женку нашу, украинку, и живу в Лазови. Да, а вот на канал, именно от Стаса, подписывайтесь, очень познавательное видео. Ну, как бы, я, наверное, все-таки, смотря его видео, больше как-то захотел вот этим всем заниматься. И всем, наверное, советую. Если хотите что-то свое, то можно всегда с чего-то начать. Вот он приехал в Беларусь, и уже у него 5 свиней по 100 кг. И бролеров держит. 50 бролеров, да? А, это уже другая партия, да? Ну, это третья. Третья партия. Вот Шмаляхово и Сев-Ивановск, вот так. Приехал за границей, и тута зарабатывает день. Ну, дай Бог, чтобы у него пришло, новая точка, дай Бог, чтобы отстрелился. А тогда уже, если надо будет, скажем, и Лазовчане, чтобы знали, где магазин. Правильно? Ну, конечно. Лучше, ты потом пришлешь ролик, а я смонтирую и... Вообще, без проблем, и думаю, что будет хорошая реклама. Как вам магазин, вот скажите вы, вот... Ну, как бы замечательное место, такой, ну, хороший маленький магазинчик. Поэтому, кто этим занимается, я думаю, что не прогадается. Да, варить, ну, конечно, торг, який-то торг у Мецкина, и так дальше. Поэтому магазин я еще не продал. Вот так. Друзья, я уже переодился. Сейчас были сильные морозы, и мы заметили, какой-то вода позамерзала. Ну, мы вот, как я жидко ничего не замерзала, вода, какой-то внизу, начала подмерзать. Поэтому сейчас все напитки, эти паки позабираем. У машину загрузил. И я вам скажу, что прийде время. Вот, я думаю, туда-сюда и прийде время. И надо... И я выпущу ролик, что я продал магазин. Воно прийде, это время. Прийде время, по-любому, кто-то купит, и будет какой-то покупатель, если, дать Бог, все получится. И сниму ролик, что продал магазин. Ну, именно как я продам магазин, я обязательно вам сниму, покажу, потому что много, кто ждет, чтобы я продал магазин. Ну, а много, кто и не ждет. Люди бывают разные. Поэтому, и то, если я продам магазин, а я продам, к примеру, плюс-минус 200 тысяч гривен, мне не хватит 200 тысяч гривен, чтобы купить то, что я хочу для хозяйства, для своего хозяйства, ну, для своей мини-фермы, так сказать. Мне надо, я прокидывал, хотя бы 1300-130. Поэтому, надо еще, буду здесь шукать, 100-100 тысяч. Будем шукать. Ну, надо сначала, я думаю, продать это, чтобы была м-на сумма, а тогда уже будем шукать остальную, недостающую сумму, там, 100 с копейками. И тогда я куплю, и как я куплю, я вам тоже покажу. А пока раньше времени, ну, что сказать раньше времени. Это другое дело, уже бы я продал магазин. Сказал бы, я продал магазин. Вот этому, этому человеку, сеть, покупать. Да, я там купил. Узнать, для каких целей он берет, для чего. Ну, это есть и продамок. Ну, я думаю, продамок вообще, насчет продажи, я всегда очень легко все продаю. Ну, и магазин так само легко. продамок. Я одновременно занимался, ну, как занимался, зарабатывал здоровые деньги на строительстве. Я два раза в год куплял машину. Ну, продавал и куплял, два раза в год менял машину. И было так, из салона брал машину новую, поездил 4 месяца, расстроился и продал ей через 4 месяца новую. То есть, я всего купил и продал больше 40 машин. Разные у меня машины были, как и хорошие, так и не дуже хорошие. Ну, разные вообще. Ну, а сейчас, конечно, машина, что уже скільки, лет 5-6, да? 5 год. 5 год. И менять не хочется. Это, если менять, если, дай бог, когда буду на дома менять, то только 200-й крузак. Других вариантов я не вижу. Ну, и не было желания другой машины. Это машина, взял и все. Просто машина взял, ездишь и все. Ни каких ни головных болей, ни проблем, ни дай ничего. Ну, а так, спрашивают, а что ж ты хочешь купить? Даже вот покупатели, чтобы забрали холодильник, что ты хочешь купить? Ну, я-то им сказал, ну, а вообще, ну, не кажу. Скажу уже, я куплю, покажу вам, расскажу. Ну, деньги надо, конечно. Здравствуйте, шо вам? Богдан, друзья, вот зайшов помогать напитки выносить. Ну, он не показывается на видео, он говорит, я не хочу, меня не снимают. И все. Вы спрашиваете, где Богдан? Ну, он помогает, так мне и по ходу с двору помогает, и у него завтра уже на учебу, уже каникулы закончились. В основном, я сам вышиваю на камеру, а он не хочет. Он уже не такой, как вы его повнили, маленький, бил, рассказывал. Сейчас он уже больше меня, выше меня на багато. Ну, десь вот такой он, от меня, вот так. Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. До потолка. Ну, а у меня метр семьдесят. Так, ну, тут такие, друзья, дела. Так что, буду держать вас в курсе, пока сейчас все поберегу, вывезем, и так и позабираем, что-то еще оставалось. Ну, а так, потом, еще может, через неделю, еще ролик сниму, расскажу ситуацию, бо я сейчас буду давать звонки, кто звонил, кто не звонил, буду рассказывать. Ну, а так держите у нас кулаки, чтобы то, что я хочу, купил, чтобы получилось. Да, сумма немаленькая, ну, я думаю, знаете, было бы желание, а то все ерунда. Если есть желание, то все мелочи жизни. Я и не таки хотел, и все было, в том числе, он и Крузак, свое время тоже мечтал, дуже хотел, хотя понимал, что он очень дорогий. И тем не менее, уже 5 лет. Так, и все, друге. Так, что провал, оно все так, да, это у нас. Все, что хочу, я рано или поздно достигаю. Если кто-то из вас был бы, то я бы дал вам там поработать, вот, квиточки, или буратинки, но у вас немало. Я куда, спрашиваю, а куда ты воду? Воду я всю сейчас заховаю у гаражей, здоровый холодильник, чтобы она там не замерзала, и утеплю. И приедет Сашко весной, а он любит такие напитки, для него это и меду не надо. И Сашко попьет все напитки. Он уже мне звонит, ты ж там напитку оставляй, не думай-то распродавать. Он их очень любит, а сарай строить будем. Ну, сарай там еще надо, тут это все, и, короче, ему поставь. Да тут не так уж и много уже его. Ну, короче, вот так. Ну, вот воду всю забрали, в основном. Ну, так и осталось. Чепуха уже позабираем. А так и все. Холодильник заберут, приедут. Ну, а то и варь. Торговый, то мы еще продам. Я не так давно брал у подписчика, у него мебельный цех или мебельная фабрика. Мы брали, это для конфет витрина, ну, и типа для кассы, 2,800. Ну, за 1000 с хвостиком я поддал бы. И несколько месяцев мы иного брали, протерти пыль и продам вот уже потом, со временем. Ну, вот так. Вот, друзья, что получилось. Так, я туда. Ну, так. Не знаю, может, литров 200 будет воды. Десь так. Может, чуть меньше или чуть больше. Сашко Папье. Бадан, кажу, бутылок 100. Ну, да, Якщо наибельше. Бадан, текай, текай. Ну, давай. Сейчас я тебя просто обычно обхожу. Люди, дрова вузить. В тачке. А мы баклажки тягаем. Это же хорошее. Ничего просроченного немало. Просто что это? Вот. Бутылка, она замерзла там. Конечно, надо забирать. Она просто перемерзла и уже она не будет газирована. Я уже кой-то и поспускал газ, чтобы перемерзал. О, Саньке, веселье будет весной. Сколько напиток. Так, а как? Ну, лимонады наверх, а прозрачный вниз, да? Отдельный тип. Так.